В деревне Машково состоялось великое освящение храма великомученика Георгия Победоносца. Обряд провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Подробности важного для прихожан события у нашего корреспондента. Раннее утро. В округе раздается звон колокола. На территории храма Георгия Победоносца десятки прихожан и священнослужители. Сам храм еще не построен, поэтому обряд запланирован в небольшом деревянном храме имени Вячеслава Котельниковского. Это исторический такой момент, когда освящается престол в памяти о тех великих событиях, которые были совершены 2000 лет назад. Когда Христос пришел на землю. И каждая церковь это маленький эпизод библейской истории. Храм в Машково долгожданный. Многие годы местные жители были вынуждены посещать церкви, расположенные в соседних населенных пунктах. Сейчас жители деревень Машково, Марусина и Матяково приходят сюда. Для моей семьи очень важно ходить в храм, исповедоваться, причащаться. А поблизости не было. Можно было ходить куда-то далеко. А здесь именно вот такой вот образовался у нас приход. Нужно детей приучать к церкви, к Богу. В душе должно быть тепло, потому что есть вера в чудеса. Не просто так все в нашей жизни. В тяжелые времена сейчас, конечно, очень хочется, чтобы больше народу верили, приходили и молились за наших солдат. Для меня это очень важно. Верующий человек. И хочу чаще сюда приходить, если знать, по каким часам работает. Обряд великого освящения будущего храма Георгия Победоносца провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Чтобы по молитвам святого великомученика и Победоносца Господь даровал нам крепкий, верный и неотъемлемый мир. Каменный храм Георгия Победоносца возведут рядом с храмом Вячеслава Котельниковского. Он сможет вместить 500 человек. Также здесь построят благотворительные учреждения, которые вместе с новой церковью составят храмовый комплекс. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.